Генеральный партнер программы новостей – производственное предприятие «Меркурий-2». В эфире новости Анапа-регион, в студии Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Итак, смотрите сегодня в выпуске. При очистке территории, на асфальте, на татуаре, где скопилась большая грязь, была задействована механизированная техника. Месячная норма за два часа. Ливень с грозой принес на курорт долгожданную прохладу и подкинул работы коммунальщикам. Стало меньше людей, меньше машин. То есть поспокойнее стало в целом на косе. То есть меньше людей, меньше мусора. Стоп-машина. О запрете въезда автомобилей на пляж Бугасской косы не прибыли ради, а экологии для. В прохождении полосы препятствий, седлание лошадей, где-то какие-то моменты верховой езды. Каникулы по казачьим. Воспитанники Юровской кадетской школы проводят отдых шашкой и на коне. Сегодня в Анапе устраняли последствия разгулявшейся ночью стихии. Залповый ливень с грозой обрушился на курорт примерно в два часа ночи. Серьезных подтоплений и разрушений нет. Однако провести генеральную уборку города после дождя коммунальщикам пришлось. Сломанные ветки деревьев, грязь на тротуарах и дождевые реки вдоль дорог. Ливень, обрушившийся на спящий город, внес свои коррективы в работу коммунальных служб. С самого утра на устранение последствий стихии вышли десятки рабочих бригад. Была привлечена специализированная техника. При очистке территории на асфальте, на татуаре, где скопилась большая грязь, была задействована механизированная техника, которая проходила и зачищала весь этот мусор и грязь. Ближе к утру все наши подрядные организации со всем этим загрязнением справились. Где-то к часам в 10-11 город весь был очищен от мусора. А это дерево на улице трудящихся, по словам местных жителей, сломалось от удара молнии. Из людей и животных никто не пострадал. В течение часа все ветки были убраны и вывезены с тротуары и проезжей части. По данным синоптиков, за два часа в Анапе выпала месячная норма осадков. Ливневая система спасла от подтоплений. Уклон города в сторону моря также сыграл на руку. Вода быстро ушла, однако не бесследно. На пляжах дождевые реки размыли песок, образовались глубокие канавы. Но уже ближе к полудню все последствия ночной стихии были устранены. Прогнозы синоптиков не обнадеживают. Штормовое предупреждение сохраняется. В ближайшее время на курорте возможны дождь с грозой и усилением ветра. А над морем могут образоваться смерчи. Кроме того, на всех пляжах продолжает действовать запрет на купание в связи со штормом и сильным донным течением. Правда, многих это не останавливает. Однако спасатели предупреждают. Заходить в море в эти дни опасно для жизни. Проливной дождь проверил на прочности и будущий сквер 80-летия Краснодарского края, который строится в субсихе. Стихия помогла выявить ряд узких мест. Корректива в первоначальный план внес глава города курорта Юрий Поляков. Он побывал на строительной площадке, где его заверили, что место для отдыха откроется в срок. События с нетерпением ждут местные жители. Только вчера приготовили ступени под бетонирование, но дождь внес свои коррективы. Часть строительной площадки залила водой. Юрий Поляков рекомендовал подрядчикам сделать дополнительные опорные стены вдоль главного входа. Кроме того, детально продумать систему отвода ливневых стоков. С той стороны, получается, мы сделали, когда дорожка выдержала, все в порядке. Вода ее обошла, но вот здесь она собралась массой и вот туда по уклону ушла вниз. То есть, а для нас это звонок такой может быть, когда угодно. Это уже надо сегодня пока строим, продумать это все. То есть, есть изменения по сравнению с тем, что было, молодцы, хорошо все делаете. Я думаю, мы успеем это сделать. Будем стараться. Сквер 80-летия Краснодарского края должен стать точкой притяжения для жителей всего Субсихского округа. Так местность выглядела еще полгода назад. На тот момент необходимо было доработать проект и оформить ряд документов. Однако, Юрий Поляков поручил не терять времени зря. У нас есть где и чем заняться. Снос деревьев, убрать мусор, навести порядок, подпланироваться и сажать деревья, а потом дальше идти. Потому что мы никак не начнем, мы только говорим, говорим, никак не начнем. Значит, хватит говорить, давайте делать будем. В итоге получился своеобразный задел по времени. Как раз на непредвиденные случаи у строительства на склоне есть свои особенности. Вместе с тем, верхняя часть испытания проливным дождем выдержала. Здесь будут проходить различные массовые мероприятия, в том числе патриотические. Предусмотрена детская площадка. У Екатерины Быковой двое детей. Она ждет, когда в Субсихе появится собственное место для отдыха. Мы в основном ездим в город гулять. Редко, когда к администрации на площадку. Очень приятно, что там решили сделать красоту. Глава города вновь поручил не терять времени и уже готовиться к работам по озеленению. Здесь высадят газоны, деревья и декоративные кустарники. Открыть сквер необходимо уже в конце лета. К 80-летию, со дня образования Краснодарского края, как подарок жителям к празднику. Александр Ребека, Анапа-регион. Во время рабочего визита в Субсих глава города заехал и на улицу Тургенева. Накануне к нему обратились местные жители с жалобами на разбитое дорожное покрытие и отсутствие освещения. Юрий Поляков оценил масштаб необходимых работ и пообещал, что большая техника зайдет на улицу в ближайшее время. Доброе утро. Я вам обещал, что я к вам приеду. Очень хорошо. Вы рады. Вот я к вам приеду. А мы не нарядные. Ничего страшного. Вчера на приеме вы были. Юрий Поляков на улице Тургенева в селе Субсих. Его встречают местные жители. Днем ранее они побывали на приеме у главы. Марина Козлова, Ирина Барабас и Ольга Смирнова живут на улице Лазурной. Выехать из дома и вернуться они могут по львовскому проезду. Только уклон у него градусов 45. Зимой на машине не подняться. Улица Тургенева идет вверх под углом порядка 20 градусов. Но проехать по ней можно разве что на внедорожнике. Там не ездить нельзя. Не пройти, не проехать. Там особенно, когда после дождя на машине не выехать. Сверху съезжаешь на машине. Едешь, вот, все, тебя носит. Кроме того, эта дорога ведет к ближайшей автобусной остановке. Некоторые в дождь надевают бахилы. При этом улица Тургенева одна из старейших. Юрий Поляков отметил, что Субсих развивается очень динамично. И пока на этой улице активно ведется строительство, класть асфальт неразумно. Большегрозная техника просто его уничтожит. Однако, ремонт дороги нужен и он будет. Вопрос с освещением также решат. Заявку мы дадим. Фонарку повесим на перекрестках вам. Пусть горит. Какой смысл делать дорогу, если завтра начнется стройка здесь? Ее убьют. Ну, пусть строят. Когда застроят, тогда и сделаем. Ну, мы не говорим об асфальте. Ну, хотя бы какой-то... Просто мы... Ну, тут же ходить. Ну, гравий заградируем, гравий опросыдываем. По словам жителей, после того, как улицу приведут в порядок, они обратятся в сельскую администрацию, чтобы застройщиков обязывали восстанавливать дорожное покрытие. Александр Ребека. Анапа. Регион. Продолжаем рассказывать зрителям о том, как развивается ситуация на Бугасской косе. Шлагбаум, установленный за километр от начала пляжа, демонтирован. В целом же порядок вещей не изменился. Выезжать на автомобилях в природоохранную зону все так же нельзя. Наши корреспонденты побывали на месте и выслушали разные мнения о действующих ограничениях. Город Кемерово. И вообще мы против, почему общественное место вдруг становится платным. Наверное, реакция каждого второго автомобилиста, впервые подъезжающего к Бугасской косе, именно такая. За 400 метров до начала пляжа туристам предлагают оставить машину здесь и дальше идти пешком или проехать на стоянку. Плата взимается за охраняемую парковку. Выбор добровольный. Каждый его делает сам. Людей стало все больше новых приезжать, а в данном режиме они еще теряются. Сначала при заезде, при первоначальном заезде они возмущаются, недовольные, соответственно, потому что в прошлом году была открыта коса, а в этом году вот такой режим. После того, как люди выходят на пляж, пользуются услугами, которые мы им представляем, люди выходят довольны, с улыбками, с нормальными отзывами. В этом году въезда на Бугасскую косу нет. Природоохранная зона наконец-то защищена от губительных последствий автомобильного нашествия и потребительского отношения не всех, но многих отдыхающих. Постоянные же туристы признают введенные ограничения как минимум логичными. Если люди бы с собой убирали, тут вопросов никаких не было. Все-таки свиньи люди. Грязь за собой оставляют. Кто-то приносит, убирает за собой, а большинство нет. А здесь вот мы пятый год за собой убираем, все хорошо. В этом году что мне понравилось? Пляж чистый, вода прекрасная. На пляж отсюда можно дойти пешком, а можно воспользоваться трансфером. Он курсирует каждые 15 минут. С одного взрослого возьмут 50 рублей. Тяжеловато, конечно. Приходится воспользоваться услугами такси. А так, ну, раньше было бы приятнее. Но я так понимаю, что это сделали из-за количества людей, которые стали посещать Бугасскую косу. В плане вот мусора, каких-то шумных там тусовок. Наверное, ограничения какие-то должны быть. Я считаю, что деньги, в принципе, подъемные, которые нужно здесь платить за стоянку машины, за трансфер. Единственное, что очень бы хотелось, чтобы эти деньги шли на развитие инфраструктуры. Плюс это то, что стало меньше людей, меньше машин. То есть поспокойнее стало в целом на кассе. То есть меньше людей, меньше мусора. Впрочем, не все считают, что цены здесь приемлемые. Понимая это, организаторы парковок дают 50-процентную скидку ветеранам боевых действий, инвалидам, пенсионерам и многодетным семьям. А еще берут на себя обязанность собирать со всей прибрежной территории мусор и трижды в день вывозить его. Это, кстати, главный плюс, который отмечают почти все отдыхающие на Бугасской косе. Стало чище, свободнее и тише, как и должно быть на пляжном отдыхе. Тем более на особой охраняемой природной территории. Юные казачаты из села Юровка осваивают верховую езду. Впервые в школе номер 18 открылся детский летний лагерь казачьей направленности. Поддержку оказал военно-патриотический клуб «Кордон», обустроив для детей отдельную площадку для практических занятий. О том, как проводят время казачата и чему смогли научиться в летнем лагере, узнали наши корреспонденты. Алифтина раньше занималась конным спортом, но большой перерыв дала себе знать. За несколько лет школьница растеряла навыки. Вспомнить, как правильно держаться в седле, вести коня рысью и голопом, ей помогают в военно-патриотическом казачьем клубе «Кордон». Научиться кататься, чтобы в будущем иметь уже что больше, обучение какое-либо. Лошади очень дружелюбные, принимают людей. Клуб действует всего лишь первый год, но уже обрел большую популярность среди юных казачат. Здесь школьников не только обучают верховой езде, но и занимают активными играми. Иногда даже выходят на рыбалку. Всего в клубе содержит 12 скакунов. Обучение ребят проходит под контролем опытных инструкторов. Стараемся обустраивать. В данный момент заканчиваем полосу препятствий, на которой детки у нас будут соревноваться. Я надеюсь, что в августе мы проведем первое торжественное мероприятие. Скорее всего, на какой-то приз атамана района приедут детки с разных школ, с казачьих классов и будут соревноваться и в прохождении полосы препятствий, седлании лошадей, где-то какие-то моменты верховой езды, метание ножей, стрельбы с пневматической винтовки. В здоровом теле здоровый дух – главное правило площадки. Уклон, конечно, на спортивные занятия, однако есть время и для творческого развития. Музыкальные занятия, я уверена, есть у всех. Но вот у нас дети на музыкальных занятиях разучивают казачьи песни либо на кубанском говоре, либо о казачестве. И в нашей школе единственное в районе есть гимн казачьих классов. В одну лагерную смену входят две сотни человек. Все они ученики классов и групп казачьей направленности. Уже завтра педагоги и вожатые подведут итоги и покажут результаты своей работы родителям. Как отмечает руководство школы, летний лагерь «Казачок» станет ежегодной традицией. А пока школьники начинают готовиться к слету казачьих классов и новому учебному году. Ольга Родина, Ксения Сипко, Михаил Григорьев, Анапа-регион. Молодые семьи Анапы будут помогать бездетным парам на деньги, выигранные во Всероссийском фестивале в Ярославле. Члены клуба «Вера, Надежда, Любовь» заняли третье место. Участники поездки вспоминают забавные моменты. Место встречи – молодежный центр 21 век. Здесь просто общаются, планируют мероприятия, развлекательные или спортивные турниры. Кристина Стратий с мужем – генераторы идей для активного отдыха. В клубе мы делимся опытом, обмениваемся интересами. То есть мы с мужем приходим всегда делимся каким-то спортивной частью, по спортивной части. И общим отдыхом таким, который мы можем позволить, активные походы, лес. Другие ребята приходят делиться опытом жизненным, как воспитывать детей, как успевать с двумя детьми чем-то заниматься, как при этом отдыхать, как при этом работать и не забывать о себе. Клуб «Вера, Надежда, Любовь» действует почти 7 лет. В нем состоят около 50 молодых семей. В 2013 году его участники на краевом конкурсе выиграли детскую площадку, которую решили установить в хутор Иванов. В минувшем году победили на краевом фестивале клубов и завоевали право представлять регион и Анапу на всероссийском уровне. Финал проходил в Ярославле. Делегация города-курорта выступала в роли казаков, а также туристов, которые приехали на море. Кроме того, необходимо было предложить собственный проект. Образовательная площадка для будущих родителей появилась совершенно спонтанно. Везли мы с собой совсем другой проект, но вот там нам пришла в голову такая идея, что сейчас очень много акцент у нас идет на многодетные семьи, а семьи, которые все-таки являются еще без детей, получается, никто на них не обращает большого такого внимания. Мы хотим создать эту площадку, где мы можем собрать таких людей, которые хотят получить для себя информацию какую-либо, собрать туда специалистов, которые могут дать им такую информацию. Какие справки можно собрать, каким врачам можно обратиться, к каким специалистам лучше подойти. Как бы вот у нас по краю, чтобы получать какую-то информацию уже из первых уст. Это могут быть как консультации педагогов и психологов, так и медицинских специалистов. На организацию семинаров будет выделено 100 тысяч рублей. На эти деньги молодые пары планируют организовать 4 таких образовательных площадки. Не исключено, что мероприятия будут проводиться на постоянной основе. Александр Ребека, Руслан Душевский, Анапа, регион. Далее информация о партнерах программы. Производственное предприятие «Меркурий-2» успешно ведет строительство многоквартирного комплекса «Кавказ». Строительная компания приглашает приобрести надежную недвижимость по разумным ценам. Еще один наш партнер, тренажерный клуб «Витязь» предлагает привести в порядок фигуру по специальным сниженным ценам. Не упустите возможность. Все выпуски и новостей вы всегда можете найти на нашем сайте anaparegion.ru. Я с вами прощаюсь. До встречи. Тренажерный зал «Витязь». Все виды тренажеров. Отдельный кардиозал. Женский зал. Школа бокса. И, конечно, настоящая спортивная атмосфера. Абонемент на месяц занятий всего полторы тысячи рублей. «Витязь». Анапа. Самбурово. 254. Мы делаем спорт доступным. «Витязь». Редактор субтитров А.Семкин